Вы знаете недавно я пересматривал некоторые видео на ютюб которые мне кое что напомнили. Эти видео были отсняты Бобом Трефсом и Джоном Осборном еще в начале 1990-х годов. В этих видео затрагивается тема о том как папство проникало в церковь адвентистов седьмого дня. И как мы с вами уже знаем постепенно папство взяло адвентизм под свой полный контроль. Но в этих видео речь идет о том что происходило в начале 1990-х годов. Ближе к концу 90-х Джон Осборн написал книгу которая называется «Back on Track». На русском это название звучит примерно так «вернувшись в нормальное русло» примечания переводчика. И многие участвующие в служении на самообеспечении включая и меня нас тогда обвинили в том что мы якобы распространяем ненависть по отношению к деноминации церкви адвентистов седьмого дня. И поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть некоторые факты и свидетельства. Сегодня утром мы только начнем эту тему которая будет состоять из нескольких частей, в которых я постараюсь представить достаточно убедительную информацию. Это убедительные факты. Итак название темы которую мы рассмотрим сегодня утром звучит так. А. Джи Даниэльс. Тот кто разрушил адвентизм. Это достаточно тяжелое обвинение. И вообще кем был А. Джи Даниэльс? Мы с вами сегодня рассмотрим деятельность Даниэльса во свете того что происходило в адвентизме седьмого дня. И для этого мы вернемся в 1930-е годы. Человек которого звали Ф.С. Гилберт. Этот человек был евреем который принял адвентистскую весть. Весть трех ангелов из Откровения 14-й главы. Он был очень преданным истине адвентистам седьмого дня. Впоследствии он написал книгу которая называлась Святилище. Замечательная книга в которой рассказывается о том что происходило во святилище во время дня искупления. Все повествование в этой книге происходит с точки зрения иудеев. Потрясающая книга была написана Ф.С. Гилбертом. Он занимал ответственную должность в церкви адвентистов седьмого дня и он был очень внимательным исследователем Библии. Он также хорошо разбирался в истории. Он ясно осознавал причины по которым иудеи отвергли Христа. Но он исследовал не только то что произошло однажды с иудеями. Он предостерегал и церковь адвентистов седьмого дня о том что если они пойдут по этому же пути то второе пришествие Христа застанет их неприготовленными и они отвергнут Христа точно так же как однажды его уже отвергли иудеи. Послушайте то что писал еще в 1930-х годах Ф.С. Гилберт в журнале «Министри» то есть служение вот что он тогда писал. «В то время между иудеями и греками возникли дружеские отношения» было заключено соглашение позволившее большому числу раввинов из Иерусалима отправиться в Александрию и перевести священные писания с еврейского языка на греческий. Разумеется проблема была не в этом. Это было такое положительное событие в результате которого иудеи могли свободно посещать Александрию и переводить Библию на греческий язык. В результате мир получил перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык. Этот перевод называется «Септуагинта» перевод является прекрасным переводом Ветхого Завета на греческий. Но была здесь и вторая сторона медали. Эти процессы привели к тому что иудеи теперь могли посылать своих талантливых молодых людей в Александрию для обучения наукам и для обучения греков. И так что же произошло? Иудеи решили воспользоваться предложением греков поехать в Александрию и там получить образование обучая греков своей религии. Именно это стало их роковой ошибкой. И это привело к печальным последствиям. Продолжая описывать эти события ФС Гилберт здесь дальше пишет «Многие старейшины Израиля опасались результатов таких действий. Они предостерегали молодых людей от совершения этой ошибки. Эти молодые люди в свою очередь утверждали что сильным, вдумчивым и энергичным молодым людям было бы выгодно поступить в греческие школы поскольку они могли бы повлиять на философов и греческих ученых чтобы те смогли увидеть красоту еврейской религии. Так в чем же заключалась идея? Идея была предельно проста. Идея заключалась в том что теперь иудейские юноши могли посещать Александрию обучаясь там различным наукам которые были популярны тогда у греков и одновременно их цель была обратить греков и распространить среди них принципы религии иудеев. Но этим планам не суждено было сбыться. И вместо того что бы греки были обращены иудеями произошло как раз наоборот. Иудеи попали под влияние греческой философии. Многие влиятельные люди Израиля уступили настоянию греков им внушали мысль о том что никто не собирается вмешиваться в процесс обучения их детей в синагогах. Первые говорили что Бог поможет их молодым людям быть верными своей религии и еврейские учебные заведения будут иметь больший авторитет в глазах различных народов. Это стало еще одной ошибкой. Но что произошло на самом деле друзья? Греки обучали еврейских юношей молодых израильских раввинов и затем эти молодые раввины возвращались назад к себе в Израиль и становились лидерами в иудейских синагогах и в еврейских школах и они начали смешивать греческую философию и греческие идеи с религией иудеев. И все эти новые идеи они преподавали своим ученикам, они передавали эти знания молодым людям обучая их. И это произвело свое разрушительное влияние и полностью разрушило адвентизм седьмого дня того времени. И это разрушение стало возможным из-за смешения идей греческой философии и религии иудеев. Эти идеи преподавались в синагогах и в религиозных школах Израиля. Пока вся религия иудеев не была полностью извращена и разрушена. До такой степени, что когда Иисус пришел и иудеи уже были полностью готовы отвергнуть Его. Это страшно, друзья, это просто страшно. Обучение в мирских школах под руководством мирских людей, которых не очень-то волновали Библия и Бог Писания, подготовило лидеров и влиятельных людей в иудейской церкви. Утверждалось, что это не повлияет на еврейских лидеров, прошедших подготовку в Греции, но скорее евреи обратят греков в иудаизм. Какие призрачные надежды! Просто призрачные надежды! Это никогда не работало! Никогда! Почему так произошло? Когда Иисус пришел в первый раз, почему иудеи не приняли Его? Откуда они взяли все эти идеи о том, что их мессия должен прийти как царь? Откуда они взяли все эти извращенные идеи по вопросу субботы? Откуда у них появились эти всевозможные традиции? Как могло так произойти, что когда Иисус пришел, Его народ отверг Его? Ответ на этот вопрос мы находим прямо здесь. Это все произошло по той причине, что адвентизм того времени смешался с учениями греческой философии. И это полностью разрушило иудейскую религию и приготовило путь к отвержению Иисуса Христа. Вот что тогда произошло. FC Гилберт «Почему иудеи отвергли Христа» журнал Министри за 1933 год. И вот что здесь написано. «Постепенно учебные заведения иудеев стали присваивать своим выпускникам ученые степени. Появились различные звания, такие как Рав или Рабби, Тана, Раббан, считалось необходимым, чтобы выпускники раввинских школ демонстрировали свои знаки отличия, надевая различную одежду. Человек с ученой степенью должен был носить особую мантию и особенную шапочку. Мало-помалу сформировалась образовательная аристократия, которая получила название Синедрион. А кто принес Иисусу столь много проблем в течении всего Его служения? Кто противостоял Христу поцелая к Нему шпионов для того что бы разрушить Его служение? Кто все это делал? Все это исходило от Синедриона, друзья. Вот где находился источник этого влияния. Цитата. «В то время, как религиозные школы продолжали функционировать, заметный спад в духовном влиянии и власти были очевидны. Год за годом Слово Божье изучалось все меньше и в то же время увеличивалось количество курсов, основанных на культуре и философии. Когда люди смешивают мирское образование с истиной Божьей, истина Божья не может развиваться в таких условиях. Истина Божья умаляется и разрушается, в то время как все эти мудрецы, все эти доктора наук, они были на подъеме, на высоте и они процветали. В то же самое время Слово Божье принижалось и умалялось. Друзья, мы не сможем до конца осознать то отрицательное влияние которое оказало общение иудеев с греками. Когда иудеи начали обучаться в греческих учебных заведениях и прониклись влиянием греческой философии, культуры и образования, все это они затем принесли израильскому народу. Они начали обучать этим вещам детей в своих школах, они начали учить этому в своих синагогах. Так что перед тем как пришел Мессия и Бог тщетно пытался найти кого-либо в израильском народе, чтобы использовать этого человека для того что бы возвестить всем о том что уже родился Мессия. Кого только Бог мог использовать в этой работе? Мог ли Бог использовать кого-то в израильском народе? Мог ли Бог использовать кого-то из официальной деноминации? Вся деноминация уже была в таком состоянии что Бог ее не мог использовать. Она была уже полностью испорчена. Итак что Бог предпринял в этой ситуации? Да конечно были в израильском народе и верные люди, но их было немного. Одним из таких верных Богу людей был священник Захария и его жена Елизавета. Именно Захарии явился ангел и сказал что у него родится сын. Но получил ли Иоанн креститель свое образование в адвентистских учебных заведениях первого столетия? Мы знаем что нет. Он получал свое образование в пустыне. Он получил свое образование познавая Бога в уроках природы. Почему так? Потому что Бог не хотел чтобы разум Иоанна был поврежден извращенной системой образования первого столетия. Страшное отступление постигло тогда народ Божий. «Учебная программа школ раввинов была расширена в сторону интеллектуализма. Проходили годы и о Боге думали все меньше и меньше, а раввинов превозносили все выше и выше. Те кто не получили такого образования на них смотрели свысока. Уровень благочестия постепенно понижался по мере того как увеличивались формы и церемонии.» «Итак человек был превознесен, Бог был унижен. Раввины, лидеры церкви, интеллектуальная элита, все что говорили лидеры, это беспрекословно воспринималось всем народом. Как абсолютная истина. И простые и необразованные люди постоянно унижались. И когда младенец Иисус родился в Вифлееме кто тогда пришел к царю Ироду для того чтобы объявить ему о родившемся царе? Кто тогда пришел к царю Ироду? Каяфа? Лидеры израильского народа? Образованные люди? Нет. Кем были эти люди которые первыми приняли весть о Христе? Это были простые пастухи. Возможно неприятно пахнущие. Необразованные пастухи. Именно эти люди были избраны первыми для того чтобы распространить весть о родившемся мессии. Хочу ли я этим сказать друзья что образование это нечто отрицательное и плохое? Совсем нет. Не об этом я хочу сказать. Но истинное образование должно быть сфокусировано только на Библии. Оно должно быть сконцентрировано на Божьем откровении. Если же этого нет то постепенно произойдет то что людей будут превозносить. Получение образования и статуса станет основной целью. И в народе не будет наблюдаться подчинение авторитету и принципам писания. Путем смешения образования мыслителей иудаизма а в нашем случае адвентизма и греческой философии вся эта греческая философия и знания исказили учение иудаизма или адвентизма в нашем случае. Почему я постоянно связываю иудаизм и адвентизм? Ну хорошо давайте просто вспомним кое-какие моменты. В какой день недели иудеи посещали молитвенный дом? Какой день недели они соблюдали? Субботу. Они соблюдали субботу верно? И чей приход они тогда ожидали? Они ожидали мессию Иисуса. Это делает их адвентистами. Не так ли? И так мы можем их назвать адвентистами седьмого дня. Лидеры церкви адвентистов седьмого дня первого столетия смешали мирское образование с Божьим образованием. И в результате иудаизм или адвентизм того времени пришел к своему полному упадку и разложению. Потому как по мере рассмотрения этой темы, друзья, частично сегодня мы рассмотрим эту тему, а частично в следующий раз, если Богу будет угодно, мы с вами увидим что адвентизм нашего времени по этим вопросам уже давно превзошел и обогнал адвентистов первого века. И подобно им адвентистское движение сегодня постепенно подготавливается к тому что бы также отвергнуть мессию. Это то что мы можем наблюдать сегодня, друзья. Сегодня все происходит по той же самой схеме. Почему сегодня мы все чаще встречаем в адвентизме таких проповедников, которые рассказывают о том, что мы будем спасены в наших грехах? Это просто невероятно! Такие заявления можно сказать бьют в самое сердце того учения, в которое мы верим как народ. Святилище, Суббота, Закон Божий, Труды Духа Пророчества, Трехангельская Весть, все эти истины являются основными пунктами нашей вести. И все же не смотря на это в адвентизме есть много таких кто учат о том что мы можем быть спасены в своих грехах. Откуда же пришло это учение? Сегодня в адвентизме есть президент генеральной конференции, который на протяжении 7 лет не мог ясно сказать о том что же такое начертание зверя. Откуда приходят такие взгляды и что вообще происходит? Знаете, если мы рассмотрим то что происходило в адвентизме в последние 30 лет 19 века, тогда было преимущественно классическое образование. И Элен Уайт буквально умоляла руководящих братьев языков, прекратите преподавать все эти глупости в наших учебных заведениях, перестаньте преподавать классику и древние языки. Она говорила учите студентов простой библейской истине, дайте им базовые знания. Элен Уайт всегда говорила что такое обучение нужно сочетать с приобретением профессиональных навыков. «Выходите со студентами в сад, — говорила она, — работайте вместе с ними и выращивая фрукты и овощи, помогите им понять то как Бог Небесный делает так что бы земля приносила свои плоды. Наставляйте их как они могут получить урожай. Учите их работать своими руками. Знаете, друзья, я вырос не в адвентистской семье и сегодня я иногда говорю людям которые спрашивают меня о моей профессии. Я им отвечаю, единственная профессия которую я освоил в молодости это то как играть в бейсбол. Это все что я умею делать. Я не получил никакой другой профессии. И я не говорю это с гордостью, это очень плохо и это печально, что кроме бейсбола я не освоил никакую другую профессию. Как бы я хотел, как бы я хотел. Знаете, я люблю работать в саду, я хотел бы освоить профессию плотника, я хотел бы научиться правильно готовить пищу. Я иногда говорю людям, я делаю самый ущербный сэндвич с арахисовым маслом во всей Америке. Это все что у меня до сих пор получалось освоить. Но это даже нельзя назвать готовить еду. И так Эллен Уайт много раз рекомендовала обучение Библии совмещать с освоением каких либо профессий. Таков был Божий изначальный план по вопросу адвентистского образования. Но современный адвентизм настолько уже далеко ушел И так израильские лидеры в адвентизме в ветхозаветние времена они обучались в школах у греков, а затем они возвращались в Израиль и преподавали в иудейских адвентистских школах. Они тогда насаждали эти ложные представления греков в иудейских или так скажем в адвентистских синагогах того времени. И таким образом эти ложные учения распространились по всему израильскому народу. И привели вот к этому. К тому что Иисус был распят на кресте. Вот к чему это все пришло. И то же самое происходит в современном адвентизме. Друзья, если адвентистское обучение смешивается с мирским типом обучения, это неизменно приводит к одним и тем же результатам. Это всегда приводит к преследованиям и гонениям верных детей Божьих, которые любят Христа и Его истину. Вот к чему однажды придет и современный адвентизм. В заглавии здесь написано «Лидеры, изменяющие адвентизм» 1. Духовные вопросы остаются в пренебрежении. 2. Библия и труды духопророчества все больше и больше оставляются в сторону. Это то, что писал Гилберт в этой своей статье. 3. Философия и культура пользовались большим спросом наряду с различными духовными степенями, титулами и специальной одеждой со знаками отличия. Вы можете взять книгу Ванса Форелла которая называется «Разрушенный план» В начале своего существования университет Лома Линда в начале 1900-х годов, когда руководителем этого заведения был Джон Берден. 3. Тогда это заведение даже и не называлось университетом. 4. Знаете как тогда называлось это учебное заведение? Оно называлось колледж медицинского евангелизма. Вот каков был изначальный Божий план который начала в воплощатель Энн Уайт в Лома Линда. Это была школа медицинского евангелизма. Там студентов тогда обучали основным профессиям. Они учились тому как рассказывать людям чтобы те могли жить согласно с Божьими законами здоровья. И так же они изучали то что касалось Трехангельской вести. И молодые люди которые оканчивали это учебное заведение становились миссионерами во всех частях мира. Они работали тогда во всех странах мира. Так продолжалось до тех пор пока человек по имени Артур Даниэльс который был тогда президентом генеральной конференции изменил этот способ обучения. После этого все обучение было направлено на превозношение молодых людей которые там обучались. Им теперь предлагалось получить духовную степень. Просто задумайтесь как это приятно когда перед вашей фамилией стоит аббревиатура доктор богословия или магистр. Я не хочу сейчас уходить в сторону от нашей основной темы. Я просто сделаю короткий комментарий по этому вопросу. Однажды я получил степень бакалавра в пастырском служении и так же получил степень бакалавра с правом преподавания. И после того как я проработал в деноминации церкви адвентистов седьмого дня 3 или 4 года в середине 1980-х годов меня убеждали вернуться и начать обучение по магистрской программе. Я тогда пошел учиться в Pacific Union College если я не ошибаюсь это было летом 1988 года. Я пошел туда учиться для того чтобы получить степень магистра по образованию и если человек получает степень магистра то он будет получать большую зарплату. И так я поступил в класс в котором преподавал человек которого звали Грег Шнайдер. Он тогда преподавал в Pacific Union College. И этот человек тогда получил звание лучший адвентистский преподаватель 1988 года. Его звали Грег Шнайдер. И так я поступил к нему в класс для обучения. Я тогда думал что это будет такое приятное обучение. Я помню что нам тогда на курсе было предложено рассмотреть пять вопросов. Один из вопросов был такой свободный выбор или предопределение. Второй вопрос звучал так Библия и современная культура. Примерно такой был вопрос. Мы должны были по этим вопросам изложить свои мысли на бумаге. И когда мы подошли к вопросу о Библии в противовес современной культуре доктор Грег Шнайдер вышел перед всей аудиторией и сказал. Мы все с вами должны понимать что Библия это уже устаревшая книга и возможно в определенных вопросах эта книга и может нам помочь. Но мы должны ясно осознавать что мы не можем применять Библию в нашем современном мире. Услышав эти слова я начал ерзать на стуле на котором я тогда сидел. Настолько меня взволновали эти слова слова этого преподавателя. Я тогда сказал сам себе. Нет я не собираюсь больше сидеть здесь и слушать весь этот мусор. Я тогда поднял руку и сказал. Доктор Шнайдер вы только что сказали нам что Библию невозможно применять к тому что происходит в наше время. И затем я сказал. Доктор Шнайдер известно ли вам что президент Соединенных Штатов Рональд Рейген работает вместе с Ватиканом. И я добавил. Доктор Шнайдер но именно об этом и говорится в 13 главе книги Откровения. Там сказано о том что первый зверь и второй зверь из 13 главы Откровения объединятся вместе для того чтобы остановить религиозную свободу. И затем я его спросил. Как же вы можете такое заявлять что Библия не имеет никакого применения к нашему времени. И он со вниманием стоял и слушал то что я тогда сказал. Нужно отметить что до этого моего высказывания у меня были все пятерки по учебе. У меня были хорошие оценки. Но после этого моего замечания я почему то стал получать оценки пониже. И когда я увидел что он мне стал ставить низкие оценки. Я сказал себе если это то для чего я должен получить степень магистра то тогда я прекращаю обучение. Я заканчиваю обучение и я больше не возьму здесь ни одного курса. Друзья я так и поступил. Я оставил эту учебу и больше там никогда не учился. Вот на чем основано все это обучение. Все делается для того чтобы превознести человека который имеет ту или иную ученую степень и параллельно идет понижение важности Священного Писания. Увидев это я сказал я не желаю иметь с этим ничего общего. Но именно к этому и стремится адвентизм нашего времени. Все вращается вокруг получения этой шапочки. Чтобы получить эту мантию. Чтобы получить эти цветные кисточки на шапочке. С помощью всех этих предметов человек теперь может показывать всем что он занимает высокое положение в обществе. Но совершенно не так изначально задумывалось Богом адвентистское образование. Цель всего адвентистского образования та чтобы Иисус был превознесен. Не человек должен быть превознесен. Но Иисус. Все обычно вращается вокруг человеческого эгоизма. Люди говорят это путь который я избрал. У меня есть хорошая идея. У меня есть план как сделать то или то. Но согласуется ли наш план с планами Святого Духа? Если нет то наши планы будут постоянно противоречить Божьим планам. И как только превозносится человек тут же Бог и Божий закон отставляются в сторону. Каждое искушение и каждое испытание с которым мы сталкиваемся ежедневно имеют конечной целью чтобы мы начали пренебрегать Законом Божьим. В 118-м Псалме в 35-м стихе Псалмопевец пишет эти слова мы должны постоянно с вами помнить. Вот что здесь написано «Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я вожелал ее» Друзья если мы идем по какой-либо другой стезе мы в итоге навредим самим себе. Мы в итоге уничтожим самих себя. И здесь же в 36-м стихе сказано «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем» Друзья эти слова должны стать нашей ежедневной молитвой. В противном случае мы разрушим свою собственную жизнь точно так же как разрушил свою жизнь адвентизм древности. Из-за того что в обучении иудеев произошло смешение истины и греческой философии все виды ложных учений были смешаны с иудаизмом. Во-первых это привело к возникновению интеллектуальной элиты которая была достаточно умна чтобы принять фундаментальный адвентизм. Это был Синедрион в котором доминировали саддукеи. Они и отвергли основные учения адвентизма. Друзья интересно то что в древнем адвентизме развились две группы. Первая это саддукеи. Как называлась вторая группа? Как она называлась? Начинается это слово на букву Ф. Фарисеи. Совершенно верно. Были саддукеи и были фарисеи. Эти две группы образовались как раз по причине смешения иудейской и греческой мысли. Итак развивались две группы саддукеи которые были учеными. Обратите внимание что сказано в трудах Духа Пророчества. Это библейский комментарий том 5 страница 1077. Саддукеи отрицали воскресение мертвых и существование ангелов и скептически смотрели на Бога. Они даже не были уверены в существовании Бога. И это были адвентистские лидеры. Эта секта в большей части состояла из недостойных личностей. Многие из которых отличались распущенностью в своих привычках. Друзья с самого начала воскресение мертвых являлась надеждой людей которые потеряли своих близких и любимых. Иов говорил об этом в девятнадцатой главе книги Иова. Давид говорил об этом же. И так далее. На протяжении всего Ветхого Завета это учение было фундаментальным учением. И в древней адвентийской церкви саддукеи выбросили это учение на обочину. И отказались от него. Не то же ли самое происходит и сегодня? Сегодня есть такие адвентистские ученые которые говорят. Уберите с глаз долой эту леди церкви с ее образованием в три класса. Она намного глупее нас. Слушайте меня. Я знаю намного больше чем знала она. Идея суда? Да что вы! В это больше никто не верит. Это просто устаревшее заблуждение девятнадцатого века. Думать что папство и отступивший протестатизм является антихристом? Нет. Они же наши друзья. Это то что происходит с современными саддукеями. Они выбрасывают истину. И это то что они делали в древности. Саддукеи верили только в пятикнижья Моисея. Они принимали лишь пятикнижья. Невероятно. Они не верили в воскресенье. После этого мира не будет больше никакой надежды говорили они. Они не верили в то что существуют ангелы. Они отвергали большую часть Библии. Послушайте внимательно следующий пункт. Они верили что спасение в церкви. И единственным важным для них было только лишь оставаться в церкви. Это то что следует делать. Вам следует защищать церковь. Надо удостовериться что никто не навредит нашей церкви. Друзья речь уже не шла об истине. Не о том что бы следовать тому что сказал Господь. Нет. На первом месте у них стояла церковь. Вы наверно когда нибудь слышали как говорят современные саддукеи. Они говорят просто оставайтесь в церкви. Потому что церковь пройдет через все. Слышали вы когда нибудь подобное друзья? Так говорят современные саддукеи. Помните историю записанную в 11 главе Евангелия от Иоанна? Иоанна 11 глава. Эта история повествует о смерти Лазаря и о его воскресении. Евангелие от Иоанна 11 глава начиная с 45 стиха. Тогда многие из иудеев пришедших к Марии и видевших что сотворил Иисус уверовали в него. А некоторые из них подошли к фарисеям и сказали им что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили. Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так то все уверуют в него. Это плохо. Они не хотели что бы люди уверовали во Христа. Секундочку. Но я думал что в этом и состояла цель существования иудейского народа. Не так ли? В Пенсервании живет мой маленький приятель по имени Сет и Сету всегда нравится когда я размещаю на слайдах перевернутые картинки. Что ж Сет пришло время для еще одной такой картинки и она должна быть перевернутой. Потому как именно для этого и существовал иудейский народ что бы всем указывать на Христа. Что бы поверили в Него. Но Библия раскрывает нам причину по которой еврейский народ не хотел что бы это случилось. Если оставим его так то все уверуют в Него и придут римляне и овладеют им местом нашим и народом. Один же из них некто Каиафа будучи на тот год первосвященником сказал им. Вы ничего не знаете. Вот он высокомерный дух адвентистских ученых. Вы ничего не знаете. Я здесь ученый. Держите закрытыми свои уста. А я вам скажу что правильно а что нет. Извините, но разве это Дух Христов? Нет конечно. Каиафа тогда сказал и не подумайте, что лучше нам что бы один человек умер за людей, нежели что бы весь народ погиб. Что сказал тогда этот Садукей? Он сказал что у нас есть две опции. И один из этих вариантов обязательно произойдет. И оба эти варианта не могут сосуществовать. Сохраним ли мы Мессию или мы сохраним церковь? И как Каиафа сказал следует поступить, нам следует убить Иисуса сказал он. Потому как если мы это не сделаем, то наша церковь и наш народ будут уничтожены. Садукеи были готовы на все для того что бы спасти церковь. Последователи Христа делают все что бы сохранить истину. Какой группе принадлежим мы? Являемся ли мы садукеями? Например, Вальтер Вайс имеет такие же взгляды которые были у садукеев. Он иногда говорит оставайтесь в церкви. Вальтер Вайс призывает оставаться в церкви. Вальтер, пусть сохранит нас Господь от такого пути. Если вашей наивысшей целью является сохранение церкви, то какой отсюда проистекает вывод? А вывод следующий. Есть только одна сокровищница и вы должны отдавать свои деньги в церковь. Почему? Потому что это единственный путь которым вы сможете спасти церковь. Вы видите? Оба эти идеи идут вместе. Важно ли им что Вайт писала? Что есть множество сокровищниц? Для них это совершенно не важно. Имеет ли для них значение что в группе у Иисуса был ящичек куда люди жертвовали и клали свои деньги на служение Христа? Имеет ли для них значение что в этой группе у Христа был казначей который носил эти деньги? Этого казначея звали Иуда Искариот? Для них это совершенно не важно. Все дело было в сохранении и спасении церкви. Вот в чем состояла главная цель садукеев. Это одна крайность. Есть ли у нас сегодня садукеи? Да, конечно, есть. О, я адвентист седьмого дня. Я более не верю в трехангольскую весть, говорят некоторые. Но я адвентист. И я хожу в церковь. Забудьте про дух пророчества, говорят они. Забудьте об антихристе. Забудьте обо всем остальном. Все это можно выбросить. Но я остаюсь верным адвентистом седьмого дня. И я каждую субботу, каждую неделю хожу в церковь и я плачу свои деньги. Есть ли сегодня такие адвентисты? Да, конечно же есть. Но существует и другая крайность. Фарисеи. Фарисеи были очень строгими в соблюдении внешних форм и обрядов. И были исполнены надменного, мирского, лицемерного самомнения. Встречали ли вы таких фарисеев в адвентизме сегодня? Людей, которые все доводят до экстремальных крайностей? В адвентизме сегодня таких очень много. Фарисеи воспринимают это ложное учение как ортодоксальность. Если саддукеи это либеральная крайность, то фарисеи это другая крайность. Множество ложных учений в адвентизме сегодня и это становится их фокусом. Это становится так скажем единственным аккордом на их скрипке. Единственной струной на которой они не играют. Будь то празднование иудейских праздников или идея что Святой Дух не является личностью. Или пророчество о 2520 лет. Или идея о плоской земле. Или идея о том что Бога можно называть только одним именем. Или что адвентистская церковь это Вавилон. И можно еще долго продолжать этот список. Единственная струна в их скрипке. Встречали ли вы когда-нибудь таких адвентистов? Не так ли? Почему? Мы повторяем историю еврейского народа. Мы идем тем же самым путем. То же самое происходит сегодня в адвентизме. Мы будем завершать нашу сегодняшнюю тему. Две противоположные крайности возникли в результате смешения адвентистской системы образования с миром. Саддукеи сегодня говорят нам что искупление завершилось на кресте. Что Христос принял природу как у Адама до грехопадения. И что труды духопророчества хороши лишь для духовного подкрепления. Но не для определения доктрин и что папство и отступивший протестантизм являются нашими друзьями. Это и есть саддукейство нашего времени. И веря во все это безумие, просто оставайтесь в церкви, говорят они. И с другой стороны фарисеи все эти ложные идеи, которые они называют ортодоксальными идеями. В то время как трехангельская весть разрывается на куски. Мы просто сегодня повторяем историю еврейского народа. Мы совершаем те же самые поступки. Друзья, если мы не будем ежедневно смирять наши сердца пред Богом, мы будем уничтожены. Точно так же, как были уничтожены древние адвентисты. Аминь. До слуха многих людей в нашем мире доходят слова приглашения Христа «Придите ко мне, и я успокою вас». Эти слова являются призывом сострадательного спасителя, чье сердце, исполненное любви, обращено ко всем, кто блуждает во мраке вдали от Бога. И в ответ на этот призыв в сердцах многих, кто действительно жаждет помощи, которую можно найти лишь в Иисусе, рождается намерение вернуться в дом Отца. Но есть люди, которые, подобно Фоме, часто задают один вопрос. Как мы можем узнать путь? Дом Отца кажется далеким, а дорога такой трудной и неопределенной. Какие шаги ведут домой? Название этой книги говорит о ее миссии. Она указывает на Иисуса как на того единственного, кто способен удовлетворить потребности души и направить сомневающихся на путь мира. Эта книга шаг за шагом ведет по пути христианской жизни всякого, ищущего праведности. Она ведет к той полноте благословения, которая обретается в полной самоотдаче и непоколебимом доверии Богу. Мы представляем вам удивительную книгу, которая так и называется «Путь ко Христу». Эта книга была переведена на 117 языков мира. В этой книге всякий внимательный читатель сможет найти практические советы, как прийти ко Христу и получить мир, надежду и спасение. Ссылку на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к этому видео.